Поместье Алхов, самое старое в Дундеге. Наверное, поэтому именно здесь сохранилось так много аутентичных предметов быта предков, которые нашел и сохранил местный краевед Гуннерс Лайтсенс. В бывшем хлеву в местечке Эйвлеес он создал уникальный музей старинных предметов быта, принадлежащих нескольким поколениям родственников Гуннера. Это здание построено еще в 1775 году и долгое время служившее обычным хлевом для скота приобрело совсем иную жизнь в 21 веке. Три года подряд Гуннер чистил его, заполнял предметами, и само здание, его стены дошли до нас в своем первозданном виде. На двух этажах несколько импровизированных комнат. Это комната конца 19 века, начала 20-го. Это 202 века из Можевельника, а также другие инструменты. Войка, цитинструменты. Пинксимтангат. Пинксимтангат. Не знаю, рискать, как есть. Телефонная книжка 1935 года. На этом все в Латвии было. Эта книга современная, но находится в старинном уголке, потому что рассказывает, как жили люди в начале 20 века и какое участие они принимали в революции 1905 года. Этот предмет сюда попал с почты. Являются весами, при помощи которых узнавали, какой вес имеют отправляемые письма. Вот фото отца и матери Гуннера. А вот и вся семья – 11 человек. Гуннер сродился в Талсе и был прислан Дундагу учительствовать. Так и живет здесь уже 47 лет. Здесь родились его дети Анна и Лаурис. Это их люлька, бутылочка для молока, которую подогревали вот в таком аппарате. Александра и Марта. Они поженились в Сибири в 1951 году. Здесь видно все, как это после войны, как было. Очень много красного. Потом вот красный уголок, например. Все, как это было, советский. Это моя лилита, форма стоит, по-моему, на Сивенес. Косметика советской женщины, духи, желудек, платье из кремплены, тещи Гуннера и деревенская одежда – фуфайка. Сохранил Гуннер в Курзиме и чисто латгальский атрибут – самогонный аппарат. Маковка. Где аппараты? Где аппараты все работают, конечно. А рядом предметы быта середины 20 века. Это мой первый мобильный телефон, с которым ходил по Дундаге. Гуннер сбережно берет в руки дневник, в котором раньше записывали понравившиеся стихи, и обращает наше внимание на то, какой раньше идеальный почерк был у людей, а стихи – со смыслом. Тут же старомодные стиральные машины, рифленые доски. А на втором этаже старинные часы, их более 200, и каждый тикует по-своему. Это первые ленточные магнитофоны, а вот майка диджея Гуннера. В одном сюжете невозможно рассказать о всех старинных раритетах Гуннерса Лайтсенса. В музее Вецмужа их более тысячи, и эта история трех столетий. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.